Приветствую, друзья! Чем больше я думаю, что всем все понятно, тем больше убеждаюсь, что есть много людей, которым кое-что непонятно. И предлагаю поговорить о таком формате, как high-end. Недавно Борзенко выпустил видео на эту тему, я там в комментариях отписался. Но, судя по всему, надо рассказать мне лично словами. Есть такой формат, как hi-fi. Кто-то его воспринимает просто как высокая точность, то есть очень точный звук. Кто-то правильно понимает, что там есть специальные замеры, которые должны удовлетворять некоторым требованиям. И это обозначает hi-fi. То есть, если устройство по качеству звука удовлетворяет, это hi-fi. Не удовлетворяет, не hi-fi. Что можно сказать по поводу hi-fi? Друзья, сегодня каждый свисток, каждый плеер за 3 бакса с Алиэкспресс, каждый телефон удовлетворяет требованиям hi-fi с огромным запасом. Вот Борзенков, например, говорит, что high-end – это когда лучше hi-fi. Но вот ваш телефон – это лучше hi-fi. Можно ли сказать, что это high-end? Нет. По мнению того же Борзенкова, он довольно такой авторитетный источник в этом плане, он говорит, что high-end – это когда дорого и лучше hi-fi. То есть, если ваш телефон будет дорогим, и, соответственно, замеры у него лучше, чем у hi-fi, можете считать, что ваш телефон high-end по звуку. Какой-нибудь там у вас последний айфон в супер-розовом цвете, эксклюзивном, или с брюликами навешанными – это все, это сразу high-end, друзья. Сразу, прям мгновенно это превращается в high-end. Лепите золотую медальку на спинку своему смартфону – все, это тут же high-end. Просто это должно быть дорого и чуть лучше, чем hi-fi. Насколько лучше, чем hi-fi? Нет. High-end – это вообще термин, придуманный маркетологами, и он должен обозначать суперзвук. Насколько супер, какие параметры он должен показывать, какие должны быть искажения, какой должен быть уровень шума, ничего не ясно. Просто high-end – это ничего. Что нам говорит по этому поводу Википедия? Конечно, ссылаться на Википедию – это плохой тон, но даже Википедия. High-end – это маркетинговый термин, обозначающий высочайший элитный класс, как правило, звукозаписывающего оборудования какого-то. Предназначен для удовлетворения запросов аудиофилов. Подобная зачастую крайне дорогая звуковоспроизводящая аппаратура производится мелкосерийно, единичная и нерегко самими же аудиофилами. В отличие от хай-фай, в номенклатуре современной радиоэлектроники для high-end отсутствуют какие-то регламентирующие стандарты ГОСТа или другие характеристики, способные квалифицировать high-end тем или иным образом. Что это обозначает? Это обозначает то, что этот стакан у меня – high-end. High-end – стакан. Почему? Потому что я готов его продать за полтора миллиона рублей. Он сразу, мгновенно становится high-end. Как он звучит? Вот так звучит. High-end – это сотрясание воздуха, это ничего, в принципе. Сегодня, поскольку любой телефон – это уже хай-фай, можно говорить, что high-end – это просто дорогое устройство. То есть, если устройство стоит дорого, это, наверное, уже high-end. И все. То есть, только цена. Замеры должны быть хотя бы уровня вашего телефона – хай-фай. Хотя в вашем телефоне, еще раз повторюсь, качество лучше, чем хай-фай. Там идеально ровная АЧХ. Ну, если это хотя бы пятилетней давности телефон, там идеальная ровность АЧХ. Там шумы великолепные, где-то там на минус 128 дБ. Минимальные какие-то искажения. То есть, любой современный телефон. Вот у меня Galaxy S8. И там все просто шикарно, просто великолепно. Если бы он стоил дорого, он был бы хай-эндом. Медальки у меня нет, золотой налепить. Но если у вас есть какие-то брюлики, там на пластилин навешаете, все, это тут же хай-энд. Что я еще раз могу вам сказать, друзья, что хай-энд, такого формата не существует в принципе. Хай-рес существует. Хай-фай, хоть какие-то там более-менее описанные стандарты по нему есть. То есть, понятно, что они тысячу лет устаревшие, уже не актуальны абсолютно. Но они хоть какие-то есть, хоть что-то можно от устройства требовать. От хай-энда требовать ничего нельзя, никаких замеров. То есть, можно лепить хай-энд надпись на чем угодно. Кто-то будет спорить, говорит, ты не прав, ты не прав, но не существует их. И Википедия говорит, ты любой, ну попробуйте найти какой-нибудь стандарт хай-энд. Что это такое? Скорее всего, вы столкнетесь с описанием стандарта хай-фай, в лучшем случае. Или же каких-то домыслов, каких-то откровенных придумок самих разработчиков. Да, если у них высокое качество, это, конечно же, очень хорошо. Но что такое хай-энд, никому не известно. То есть, только Борзенков знает, что такое хай-энд, потому что у него там все очень дорогое обычно. Очень-очень. То есть, если дорого, то хай-энд. Но даже этот параметр нигде не регламентирован. Даже цена. Это просто в народе принято. Если дорого, то хай-энд. А так, в принципе, и дешевая вещь может быть хай-эндом. Вот я считаю, что у меня в телефоне хай-энд-звук. И никто меня не сможет разубедить. Никто не может предоставить какой-то документации, в которой было бы сказано, что вот мой телефон не хай-энд. Хай-энд, конечно же. И любой телефон, там, бабушка-фон, он тоже хай-энд. Но потому что удовлетворяет хай-фаю. Но и даже этих требований нет. То есть, можно сказать, что хай-энд – это то, у кого задняя стенка залеплена, не знаю, глиной. Или, не знаю, у кого бумагой все обернуто. Что угодно можете придумывать по поводу хай-энда. Потому что нет, ничего. Это просто маркетинговый термин. Чтобы сказать вам, что это элитный, суперэлитный класс. Но и ни цена, ни характеристики, ничего. Даже вот условия удовлетворения хай-фая – это такое тоже народное поверье. Что вот, типа, должно стоить дорого и удовлетворять хай-фая. Но никаких нет ограничений на хай-энд. Мой хай-энд-стакан продается за полтора миллиона рублей. Друзья, кто хочет купить, пишите в личку. Очень дешево хай-энд-стакан. Граненый. Вот. Потому что, ну, ребят, ну я устал уже от упоминания хай-энда. Мне просто за вас стыдно. Вот сегодня в комментариях один человек опять написал. Там хай-энд начал. Хай-энд, производитель хай-энд-техники. Ну, реально. Реально должно быть стыдно. Ну, хотя бы в Википедии в Бете прочитайте, что это обозначает. Потому что какое-то вот поверье только есть, что есть какой-то хай-энд. А вот лучше хай-энда нет. Да что угодно может быть лучше хай-энда. Потому что нет никакого описания, что это вообще такое. Ну, вот как-то так, друзья. Хай-фай есть. И хай-фай сегодня тоже писать на все бессмысленно. Все сейчас хай-фай. Все. Просто сейчас любой чип возьмешь, любой кодек, он уже дает вам чуть ли не уровень хай-эрэс. Уже он 24 бита 96 может. И все это уже хай-эрэс даже. То есть можно там и хай-фай, и хай-эрэс все это лепить. Ну, за хай-эрэс точно надо денежку платить. За хай-фай, не знаю, может не надо. То есть лепить что хочешь, любые логотипы, как бы никто вас за руку не поймает в этом плане. Потому что, ну, нет. Это придуманный термин. Можно с Саня Энд придумать. Вот я Александр, с Саня Энд. Вот это тоже что-то очень дорогое и как бы звучащее просто охрененно. Вот все, что звучит охрененно и очень дорогое, это Саня Энд. Новый формат. Я скоро представлю его логотип. Ладно, всем пока. Саня Энд.